Добрый вечер! В эфире на особом контроле шел пан Сахариевой. Смотрите прямо сейчас. Как закон защищает от бытового насилия? Обсуждаем поправки и изменения. Поправки идут не в пользу женщины, как жертвы бытового насилия, потому что, во-первых, идет предупреждение. Ну что такое предупреждение? Куда бежать и как спасаться? Где женщине с детьми получить помощь и спрятаться от домашнего тирана? Он проявляет агрессию, бьет. В общем, довольно жестоко. Это было очень часто у нас. Последний раз это было летом, когда было жестко. Сажать или воспитывать? Как обществу изменить ситуацию с бытовым насилием? Что делать, если муж – тиран и насильник? Помогает ли психотерапия домашним агрессорам? Стыдно ли выносить ссоры из избы? Молчать, терпеть или бежать и сажать? Изменения в законодательстве в сфере семейно-бытовых отношений сегодня мы обсудим с председателем Союза кризисных центров Казахстана Зульфеей Байзаковой. Здравствуйте. А также с исполняющим обязанности начальника отдела организации деятельности участковых инспектором Диасом Донбековым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ужасающая статистика о том, что более 400 женщин погибают от бытового насилия. Я думаю, сейчас она известна каждому. То есть если задуматься, буквально каждый день чья-то мама, сестра, дочь погибает, умирает в мучениях, можно сказать так. Потому что насилие, то есть ее до смерти забивают. То есть это очень-очень такие страшные вещи. И самое страшное, что окружающие, как правило, они не вмешиваются. И жертва остается одна со своей проблемой. Вот давайте послушаем историю мамы троих детей, которая более 13 лет терпела издевательство мужа. По понятным причинам мы не показываем лица героини и не называем ее имя. Он проявляет агрессию, бьет. Ну, в общем, довольно жестоко. Это было очень часто у нас. Последний раз это было летом, когда было жесткое избиение. И зависит это у него от настроения. Вы обращались в полицию, обращались ли вы к родственникам своим или к супругу, чтобы как-то выйти из этой ситуации? В госорганы я не обращалась, то есть в полицию, потому что я живу в поселке, это у нас не принято. Ну, как бы, и еще у нас, конечно, светское государство, но в любом случае у нас как-то мы живем все-таки на востоке. В принципе, это тоже осуждается. Тем более в деревне. Вот, поэтому я никогда не обращалась никуда. И когда уже был край, когда он уже меня доводил до самоубийства, вот, были такие моменты, да, когда у меня уже моя психика была перегружена. И в таком вот эмоциональном состоянии уже я была готова покончить жизнь самоубийством. Тогда я поняла, что это чревато и нужно уходить. Вот в такой ситуации женщина жила много лет. И она не обращалась к полицейским. Вот, и вообще мы очень много слышим именно нареканий о том, что наши женщины, когда даже обращаются к участковым, да, к полицейским, они не получают должной защиты и должной помощи. Почему происходит это? Ну, если судить по данному кадру, у нас, как бы, законодательство оговорено, то есть административное дело, дело производства возбуждается не иначе, как по заявлению граждан. В случаях отсутствия заявления мы возбудить административное производство по правонарушению в сфере семейно-бытовых отношений, то есть мы не можем. По фактам бездействия сотрудников полиции в тех или иных случаях, то тоже мы отрицать я не могу. Возможно, она имеет место, но, как вы сами понимаете, это правонарушение происходит в основном в семье, отсутствуют свидетели, отсутствуют доказательства. То есть мы не можем исключить уже состав наличия презумпции невиновности, согласно которой говорит о том, что любое сомнение о виновности правонарушителя, иной толкуется в его сторону. То есть правонарушение в сфере семьи происходит как в основном между мужем и женой, то есть больше как-то таковых свидетелей нет. И доказать, был ли тот или иной факт, кроме случаев, когда, конечно, нанесены телесные повреждения, когда мы снимаем судебно-медицинскую экспертизу, это очень сложно. Либо агрессор должен сам признать, что он действительно совершает, либо должен нам свидетельски показать. Вы верите в то, что бывают такие случаи, агрессоры сами признают тот факт, что они нанесли и так далее. Поэтому мы и говорим, что Казахстан, когда принял на себя обязательство, подписав конвенцию СИДО, и все-таки применяет заявительную систему, это никаким образом не характеризует государства, который стремится войти в 30-ку конкурентоспособных государств, еще тем более исполнение посланий президента и так далее. На мой взгляд, вот эту заявительную систему нужно убирать однозначно. Жертвы, как правило, очень запуганы, они не обращаются сами. Нужна работа на местах именно участковых инспекторов, на мой взгляд. Ну там не только, наверное, инспекторы, там должна есть система здравоохранения, образования, и вообще должно все общество, потому что нельзя молчаливо проходить мимо насилия, которое имеет место быть даже в семье. Мы часто говорим о том, что семья – это частная сфера, и мы не можем нарушить границы и, допустим, зайти в семью или позвонить в 102, но при этом служба 102 называет источник звонка. Вот это нарушение конфиденциальности. На мой взгляд, потеря вот этого уровня доверия зависит от того, сколько дел возбуждено или сколько применено защитных предписаний. А на самом деле цифры же очень большие, когда выписывают защитные предписания, но, как правило, агрессор редко находит себе мужество признать в том, что он является агрессором. Ну вот нынешние изменения в законодательстве, они каким-то образом сейчас могут повлиять на ситуацию, на ваш взгляд? Ну, во-первых, конечно, улучшится, или вернее, будет более прозрачная статистика, потому что введено понятие именно преступления, связанные в сфере семейно-бытовых отношений. Поэтому я так думаю, что мы увидим реальную картину бытового насилия, потому что то, что мы называем, это все-таки неофициальная статистика. Второй момент, то, что нам говорят предупреждения. Предупреждение это является просто устное предупреждение человека, ну, возможно, это будет какой-то там талончик письменно, о том, что ему не следует вести себя так, что он нарушает чьи-то права. И все, и на этом ограничивается. Мы же понимаем, когда совершается семейно-бытовое насилие, очень трудно, как вы отметили, доказать это насилие. И поэтому какой раз была избита та или иная женщина или сожрительница? Здесь я с вами согласиться не могу, конечно, в том, что предупреждение будет носить такой степень характера, что как бы записочки или что-то. Предупреждение, оно является одним из видов административного взыскания, и выносится оно будет в виде постановления, то есть судом. Согласно новым поправкам законодательства, предупреждение будет выноситься исключительно в суде, а также примирение сторон будет осуществляться только в суде, не как раньше, вот если у нас раньше заявитель обратился, заявление участкового рассматривает, и она через день-два обратилась, говорит, отказываюсь, мы помирились, полсула встреча с заявлением, они дело прекращают. Через неделю случай повторяется, обратно пишет заявление, обратно помирят, и так может идти бесконечно. Вот видите, вот в этом случае очень ухудшается ситуация. Если раньше, допустим, женщину нужно было быстро реагировать на ее факт насилия, то сейчас нужно ждать, когда будет заседание суда. Суды перегружены. Вот, кстати, вот этот момент, скажите, защитное предписание выписывается в таких случаях? Защитное предписание, да. Защитное предписание, то есть выписывается в случае, когда мы не можем сразу в отношении агрессора применить меры административного воздействия, примем и сразу арестовать его, то мы устанавливаем до того, как пройдет судебный процесс, защитное предписание. То есть оно определенно влияет на поведение самого правонарушителя. И то есть влияет на положительное. Но сегодня у нас ситуация так, что женщина под битым глазом, сломанной рукой, должна будет ждать решения суда, чтобы агрессор изменил свое поведение. Мы считаем, что должна произойти криминализация бытового насилия. В любом случае, человек, совершивший насилие, должен нести наказание, потому что насилие порождает безнаказанное, порождает еще большее насилие. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и обязательно вернемся к обсуждению этой темы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжаем обсуждение новшеств в законодательстве в сфере семейно-бытовых отношений. И вот, Зульфия, вы сказали о том, что необходимо из административного кодекса перевести в уголовный кодекс именно моменты бытового насилия. Почему вы так считаете? Давайте рассмотрим, кто такой агрессор. Агрессор — это человек, который запланировал свои действия. То есть это были преднамеренные действия по влиянию и физическому, психологическому, экономическому на другого человека, против его воли. Поэтому это надо рассмотреть как преступление. И при этом должны быть адекватные наказания. Это не просто защитное предписание или предупреждение. Этот человек должен нести ответственность вплоть до лишения свободы. Но так как мы стремимся опять войти в тридцатку конкурентноспособных государств, то, наверное, нужно дать ему право выбора. Поэтому наш союз кризисных центров предлагает альтернативные два наказания, когда лишают возможности перемещения. То есть это общественные работы нужно развивать как одна из форм наказания. Это обязательно посещение курсов по снижению уровня агрессии, умением регулировать агрессию. И затем, если человек не согласен с этими формами наказания, пожалуйста, он может отбывать свое наказание в исправительном учреждении. Вот тогда мы добьемся, что будут определены рамки ответственности за свое поведение. На сегодняшний день ударил, хорошо получил предупреждение. Если об этом будет известно, если, возможно, будет доказать, что этот факт насилия совершился. Просто нужно не забывать, что кроме двух людей, которые выясняют отношения, и иногда не очень хорошим его способом, свидетелями являются дети. И это очень печально. Конечно. А вот скажите, в вашей практике, как часто участковым приходилось действительно изолировать сразу агрессора, потому что это касалось и детей, то есть какие-то серьезные такие вещи, то есть не штрафы, а вот сразу арест. Раньше было 3-3 суток, сейчас 5 суток. Как часто это случается? Ну, арест применяется только по решению суда. Мы можем агрессора ограничить передвижение, то есть, так сказать, свободы до 20 суток, 24 часа. Можно задержать его и держать в РОВД. И вот как часто вы рекомендуете, то есть после этого, чтобы, допустим, уже ограничивали, хотя 5 суток человек посидел? Ну, это все зависит от конкретного случая происшедшего. Рекомендовать органам внутренних дел о назначении наказания мы как-никак не можем влиять на назначение. Но тем не менее, смотрите, ваши инспекторы участковые, они же далее должны курировать эту семью, правильно? Ну да. Вот. И вот после вот таких вот мер воздействия что-то меняется в ситуации? Вот какую-то вы можете нам реальную статистику вот обозначить? Ну, у нас, к примеру, с начала года совершено нарушение сферы бытовых отношений более трех тысяч. Трех тысяч с начала года? Да. Это на 15 января? Да, на 3 миллиона. Нет, нет, нет. Я имею в виду 2019-го, на конец года. То есть по итогам года это более трех тысяч, да. Я просто уже в шоке была. Это все равно очень маленькая цифра для трехмиллионного города. Однозначно. Но я хочу... Это о чем говорит? О том, что в небольшом случае заявляют о том, что у них дома происходит семейный бытовый отношений. То есть нарушение сферы бытовым. Но я хочу сказать вот из практики, да. Как правило, полицейские забирают на три часа человека, да, который совершил преступление. За три часа невозможно прийти в нормальное состояние после алкогольного опьянения или принятия наркотиков, да. И он, приходя и возвращаясь в семью, он совершает еще более жестокое насилие в отношении своей жертвы. И, как правило, жертва уже не может обратиться, ну, как бы... Да, потому что ее изолируют, и она просто уже в таком состоянии, когда она не может даже позвонить, потому что нет телефонов. Мне кажется, это не очень хорошая практика, когда вот полицейским... И сейчас на полицейских хотят возложить ответственность, чтобы он выбрал, да, дать ему предупреждение или готовить материалы в суд. Ну, человек, который отвечает за безопасность, да, он может, конечно, оценить уровень, допустим, опасности в этой семье. Если вот он участковый, он должен, как бы, знать хорошо свои вот эти проблемные семьи в лицо, мне кажется, однозначно. То есть это важная такая вот... Да, он должен знать, он ведет профилактическую работу с нами в данной семье. Вот. А каким образом? Что такое вот профилактическая работа? Индивидуальная профилактическая работа это посещение агрессора по месту жительства, проверка его поведения. Защитным предписанием устанавливаются особые требования, то есть требования к поведению. Предупреждение... Я вот с вами не соглашусь, что предупреждение применяется участковым. Предупреждение применяется судом. Судом. Вы представляете? Смотрите, вот вы сейчас предлагаете общественные работы. Общественные работы, да, вот для таких людей. Во-первых, конечно, я думаю, что это достаточно, ну, как сказать, действенная мера, да, человек будет у всех на глазах, там, подметать улицы, там, делать какой-то тяжелый, ну, труд. Общественно полезный труд, да. Да, общественно полезный, но тяжелый обязательно. По крайней мере, я так считаю. Вот вы как считаете, полицейские, вот, их же надо охранять в этот момент, их надо, ну, добиваться того, чтобы они там находились на этом месте. Ну, сперва, наверное, думаю, нужно создать условия для применения данной практики. Вот, да, каковы условия необходимы для того, чтобы... Ну, вот я вам сейчас конкретно сказать, какие условия, не могу конкретно конкретизировать, но создать условия для применения... нужно сперва законодательные уровни изменить, то есть, принести изменения в закон и усмотреть такой вид наказания, как применение исправительных работ. И местные органы власти, конечно, здесь тоже должны помогать тем же правоохранительным органам, чтобы определять моменты, где там должен человек работать. Но я хочу сказать, почему такой вот негатив, допустим, или невосприятие новых поправок произошел у нас сегодня в Казахстане? Да, кстати. Потому что мы говорили, и президент говорит о слышащем государстве. Но вот эти были поправки приняты без участия гражданского сектора. Никто нас не приглашал, никто не спрашивал мнения, никаким образом это не обсуждалось среди населения, чтобы население могли выразить свою точку зрения. И поэтому, когда вот это все прозвучало, все сказали, извините, что это такое? Значит, в нашем родном государстве мы не можем чувствовать свою безопасность. Но с одной стороны, смотрите, замена штрафов на предупреждение все-таки это мера по сохранению семейного бюджета, правда ведь? Как правило, еще очень часто эти агрессоры, они, бывает, даже не работают. Откуда будут выплачиваться штрафы? Опять же, детские пособия или зарплата вот этой же самой жертвы, вот этой женщины, которую, это очень тяжело. Но как раз-таки и женские неправительственные организации просили заменить эти штрафные санкции, которые из семейного бюджета выплачиваются, на общественные работы. Но нас услышали только первую половину требований, вторая была упущена. И вот эта неадекватность замены, просто предупреждение на снятие этих штрафных санкций, они неадекватны, эти меры. Вот вы тоже сказали о психологической работе с агрессорами, да? А вы говорите о том, что участковые проводят какие-то профилактические беседы и так далее. Насколько они компетентны вот в этих психологических моментах? Потому что тут нужна работа специалистов. Ну, мы работаем. У нас есть еще подразделение по защите женщин от бытового насилия. Они у нас, естественно, взаимодействуются с кризисными центрами. То есть, когда у нас действительно накаленная ситуация, мы уже обращаемся к кризисным центрам, чтобы жертву оградить от насилия в быту. А нельзя организовать действительно какие-то определенные, не знаю, классы, прям в полиции, чтобы приводить туда этих агрессоров, приводить их туда и там, чтобы с ними работали психологи? Ну, вот как раз-таки союз кризисных центров начинает работу с агрессорами. Мы начинаем разрабатывать стандарты работы, во-первых, разработка модулей. Но мне кажется, это не работа все-таки полицейских. Здесь должна подключаться система здравоохранения, которая могла бы применить свои знания психологии, психотерапии на изменение поведения агрессоров. То есть, я бы хотела сказать, что работа по профилактике бытового насилия. У нас в законе на сегодняшний день 11 субъектов исполнения закона. Нужно, чтобы все субъекты работали. И важно, чтобы каждый внес свою лепту там, где они специализируются. Помимо, я думаю, того, чтобы субъектов государственных, необходимо подключаться, я думаю, каждому гражданину. Каждому гражданину. Потому что у нас ужасающее попустительское отношение к насилию. Наши дети растут в условиях того, что насилие не является чем-то криминальным. Это является каким-то обычным проявлением семейно-бытовых отношений. И вот это, мне кажется, очень страшно. Когда мы говорим про семейно-бытовые, у всех почему-то ассоциация к каким-то частным, личным делам. Но, на мой взгляд, проживая в обществе, нельзя говорить о том, что бытовое насилие в семье является частным делом. Это дело всего общества. Я не хочу, чтобы мои внуки или дети видели, как, допустим, или слышали, что мои соседи постоянно ругаются. При этом включают громко музыку, да, и начинают читать тихим, слабым голосом, лилейным, вот эти сказки для своих внуков. Надо прекращать вот эту практику молчаливого согласия. В результате чего происходит, когда женщина видит, или там мужчина, который подвергается, да, домашнему насилию, когда видит вот это вот безразличие общества к своей проблеме, конечно же, появляются и суицидальные попытки. И то, что среди наших несовершеннолетних детей бесконечное вот это вот поведение насилия, да, оно прогрессирует, оно распространяется. Безнаказанность. Безнаказанность очень сильно провоцирует насилие. Мы вернемся к этой теме. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждение нашей очень тяжелой темы на самом деле. Знаете, один из таких моментов нашего отношения, да, в обществе к такому попустительскому отношению к насилию, да, мне кажется в том, что еще вот это традиционно у нас как-то, традиционно бытует в обществе. Вот элементарно, девочку украли на улице, увезли ее, да, там надели на нее какой-то белый платок, извините, изнасиловали ее, да, на следующий день там каких-то сватов они засылают и так далее. Девочка категорически не согласна. Там родители не согласны, да, полицейские приводят, естественно, что они, ну там, если совершено насилие и так далее, они предпринимают меры. Но все эти родственники, разве они не оказываются соучастниками этого изнасилования, похищения, удерживания человека? В данном случае тоже являются соучастниками, я считаю, что они являются соучастниками. Они привлекаются хоть раз вообще? Лица, которые... Мамы, бабушки эти какие-то... Ну, здесь вот участие человека, все-таки здесь первый идет вопрос о похищении человека, то есть кто участвует в самом похищении, их можно уже привлекать по соучастию в преступлении. И вот пользусь моментом хотел бы обратиться к нашим жителям, зрителям, о том, что не надо бояться полицию, надо, если есть такие факты, совершение бытового насилия, обращаться. То есть мы вам поможем, молча сидя тоже дома и думая, что все пройдет, тоже это, я думаю, неправильно. И мы в случае того, если будет со стороны бездей, со стороны полиции, можете обращаться также в департамент полиции города Алматы, соответствующий жалоб. Мы проведем по каждому факту служебную проверку и примем соответствующие меры к виновным. Мы ожидаем более действенного отношения полиции к этим моментам. Без этого не справиться с этим. И вот со стороны кризисных центров, да, то есть есть выход, есть помощь какая-то. Расскажите сейчас нашим зрительницам, чтобы они услышали, и кто находится в этой ситуации, чтобы они знали, как им действовать, куда обращаться. Я бы хотела сказать, что, безусловно, нужно обращаться в правоохранительные органы, можно звонить на телефон 150, который работает круглосуточно, анонимно, конфиденциально, и в кризисные центры, потому что основная миссия кризисных центров – оказать содействие в помощи и реабилитации жертвам бытового насилия. На сегодняшний день большое количество кризисных центров, 31 по Казахстану, 17 приютов, где можно временно и безопасно прожить какое-то определенное время. Все услуги предоставляются бесплатно. Поэтому нерешаемой проблемы нет, бороться с насилием надо. И, конечно же, мы считаем, неправительственные организации Казахстана и кризисные центры, необходимо все-таки провести криминализацию бытового насилия, необходимо ввести новые понятия, как агрессор, сталкер, значит, в закон о профилактике бытового насилия, и, конечно же, вовлечь все субъекты государственных органов в решение проблем бытового насилия. Мне кажется, Казахстан только выиграет от того, если мы проведем криминализацию бытового насилия, у нас усилится и безопасность, но и ответственность людей, не только в области бытового насилия, но и во всех других сферах жизни. Спасибо огромное нашим гостям. И я прошу вас, давайте все действительно объединяться. Давайте будем жить в обществе, которое нулевое терпение к насилию, всякому к насилию. Давайте будем теми людьми, которые окажут и протянут руку помощи рядом соседке, детям. Давайте будем людьми, которые встанут на защиту друг друга. Мы только есть друг у друга. Жду вас в следующую среду в это же время. Доброго всем вечера. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.